Друзья, всем здорова! С вами, как всегда, Алексей Крылов. Мы находимся в Шарм-Аль-Шейхе, Египет. Со мной брат Алексея Крылова, Никита Крылов. Всем здорова! И это видео посвящено тому, что мы из отеля Hilton Sharks Bay, в котором провели огромное количество времени, переезжаем в отель, который называется как? Albatross Aqua Blue Resort. И наше место дислокации теперь будет в этом отеле. Про Albatross я слышал, что это прям, ну, мега крутейший отель. Ну, прям вообще, прям. Ну, короче, не знаю. Вот сейчас поедем и посмотрим, что там и как. И, конечно же, поживем, вот. И прочувствуем вот это все на себе, на своей шкуре, вот. Ну, я в предвкушении. Никогда не был в таких крутых отелях, но наблюдал как-то со стороны и хотелось. Это четырехзвездочный отель, вот. Ну, посмотрим, какие бывают четверки в Египте. Так, мы вот подъезжаем к отелю и сняли наш старый браслет. Это пойдет в нашу коллекцию браслетов. Так, ну что, мы уже на территории. Сейчас за нами подъехала машинка. Короче, нас тут у всех отеля хватит на машину. Так, нас отвезут на ресепшн. Вот. Вот здесь прям видно, очень крутая территория. Сейчас мы посмотрим, либо мы будем сразу заселяться, либо пойдем на обед. Вот, конечно. Здесь еще есть огромный аквапарк. Сейчас узнаем, ну, здесь крутой аквапарк. Узнаем, бесплатно он или нет, входит стоимость или нет. Но видно, что здесь очень круто все, чистенько, все прям идеально. Прям... Даже музычка есть. Битбокс. Битбокс, да. Нам сказали, надо заполнить анкету. Сейчас заполним и даем паспорта. Ну, ресепшн, видно, все очень круто. Вот. Все чистенько, прям идеально, идеально. Да? Да, пока что интересно. Вообще другой отель, да? Да, вообще все по-другому, да. Сейчас нам приклеивают такие модные браслетики, кстати, браслеты под цветы твоих очков. Я же заказывал специально. Специально? Этот отель, чтобы такие браслеты дали? А ну, одень очки. О, смотри, как круто. Прям под очки. Да? О. Нельзя. А, нельзя. Ну что, друзья, наше знакомство с этим отелем начинается, напоминаю, Альбатрос Акваблю Резорт. То есть, Акваблю, это голубая вода. Да. Вот. Через столовую. Сейчас я вам покажу обзор обеда в этом отеле. Ну что, ты готов? Да. Единственное, я не уточнил, входит ли Аквапарк в стоимость, потому что тут через дорогу здоровье шеет Аквапарк, в этом Альбатросе. Но на территории тоже здесь огромное количество горок. просто капец, я вам так скажу, я просто, как сказать, в шоке. Идеальная дорожка, все прямо, ну не знаю, все как я люблю. Ну, все, друзья, начинаем. Смотрите, сейчас покажу вам подробный обзор обеда, смотрите, сладости. Тут, видишь, уже восточные сладости идут. Да, восточные сладости идут. Да. То есть, фрукты, хурма, гуава, бананы, апельсины, хурма. Да, все целиком, бери, не хочу, набивай сумки и увози домой. Ладно, шучу, смотрите, сколько всего прямо. Ну вот, вы видели предыдущий отель, вот сладости идут. Но мы начинаем со сладостей, то есть пирожные, шоколадки всякие. Вот, пироженки, тортики. Но как бы на обед вообще обычно мало сладостей дают. Здесь у нас посуда, здесь вот макароны, а здесь делают картошечку фри. Рыба. Да, это рыба, ой, рыба. Я просто смотрю в ту сторону. Да, картошечка фри. То есть, если есть картошка фри, мы уже с голоду не умрем. Здесь у нас баклажанчики, то есть овощи на пару. Потом здесь всякие соусы. Это делают с этими, с макаронами, то есть макароны с овощами, пастой точнее. Идем дальше. Белый рис. Потом говядина. Картошечка. Потом здесь у нас запеченная курица пишет. Потом у нас хлеб. Вот, всякая выпечка разная. Потом национальная вот такая еда идет. Картошка разный рис. Пишет растительный рис. Вот один рис. Потом здесь пишет. Это карри из овощей, овощи. Давай дальше. Потом здесь у нас шпинат. А здесь у нас пишет куриный, что-то куриное. Короче, курица в соусе. Так, салатики. Ну, в принципе, вот стандартный набор овощей идет. Помидоры, огурцы, капуста. Ну, все как бы красивенько. Оливки, помидорчики. Вот у нас здесь всякие салатики. Вот так выглядит. Дальше. Картофельное пюре у нас идет. Потом сосисочки. Макарончики. Здесь у нас кока-кола, фанта-спрайт, кофе, чай. Пей, не хочу. Вот, и всякие уже тут, я так понял, алкогольные напитки. Еще официанты все разносят. Здесь у нас макароны. А, нудл спишет. Такая лапша. Здесь у нас овощной микс. А здесь у нас рыба в соевом стол. Потом есть супы. Что тут у нас? Лайм для супа. Картофельный суп показывает. Хотя он, по-моему, тут больше лука, чем картошки. И говяжий суп. И дальше делают какую-то шаурону, типа такого что-то. Так, что тут еще есть? Это уже, по-моему, а, это острый. Да, это то, что я люблю. Это сейчас мы съедим. Получается курица, рис и желтая чечевица. Желтая чечевица, то есть такая убийственная смесь. Вот с этого мы и начнем. Я себе набрал, еще мы встали в очередь за рыбой. Еще съедим рыбки, да? Без очередей никак. Ну, там ее огромное количество, мне кажется, это сейчас... Да, он сейчас дожарит, ее быстро раздаст, да? Ну, по вкусу еда, по-моему, отлично. У тебя как? Мне нравится. Особенно вот, вроде чуть, да, там переехали. А кажется, все равно, какое-то, как будто мини-путешествие совершили и приехали уже в другой отель, как будто другая сторона. Как будто уже второй раз сидит. Да, 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 как-то необычно, да. Ты приходишь на обед, хотя, вроде, только завтра, и уже ты голодный. И, честно говоря, тут выбор блюд. У меня впечатлил лифт. В столовой как пахнет свежестью, ну, видно, что делается ремонт. Короче, все отлично. Столы, видно, такие новенькие, кресла мягкие. То есть, все супер, да, здесь, так сказать. Поэтому, ну, мне пока все нравится. Кукула наливается отдельно, персонально. Взял себе картошечку фри, наконец-то. Как я по ней соскучился, еще овощи на пару. И самое интересное, здесь хлеб выпекают на месте. То есть, вот эти лепешки, обычно в отелях, они просто взвернуты в пакет. И холодные, и не знаю, ну, когда они были выпечены. Здесь пекут на месте, и здесь такой, как бы, хлеб горячий. Это очень круто. Особенно вот эти лепешки, они просто вкусные, когда горячие. Ну что, будем покидать это прекрасное место, которое называется столовая. Ресторан, каждый называет ее по-своему. Вот, десертики я так и не поел. Я, короче, никогда не ем десерты, фрукты особо никогда не ел. Но вот это прям очень круто, что есть восточные такие. Посмотрим, что здесь будет на ужин. Вот. Идем дальше отдыхать. Но здесь, в чем сложность в этом отеле, я бы сказал, минус. Потому что, в принципе, выбор блюд уже побольше. И не знаю, что взять. Рис или картошку фри. Что еще? Рыбу или курицу. Можно и то, и то съесть. А если и то, и то, то уже переешь. И вот мучаешься таким выбором, да? Вот. И так мучения все и происходят. Я покажу вам наш номер в этом прекраснейшем отеле. Итак, что нам дали? Давай начну с того, что сколько стоит здесь продлить. Поскольку я на ресепшене. Сейчас посмотрим. Продлить номер. Выселение в 12. С 12 до 14 25 долларов. С 12 до 4 40. С 12 до 18 50 баксов стоит продлить номер. Отель находится на... Не знаю, в какой линии. Да, то есть пляжа тут у него нет. Здесь отходит автобус. Но это будет уже в следующем видосике, наверное. В следующих. Вот. Тут есть расписание этого автобуса. Но здесь есть огромный аквапарк. Сейчас по поводу аквапарка. Я сейчас спрошу, входит стоимость или нет. Так, я спросил по поводу аквапарка. Он сказал, бесплатно с 10 до 5. Давай заселимся. Какой у нас номер? 111.0 или 1110. 1-1-1-0. Yes. Yes of course. Да. То есть 1110. Счастливый, это значит. Да, счастливый. Вот. Сейчас мы туда едем. Я вам показываю номер. Что там и как там. Делимся своими впечатлениями. Но все должно быть мега круто на высшем уровне. Да? Да. Где наши вещи? Вот они. На такой машинке и нас повезут. Подождите. Да. А, пешком? Без машинки? Пешком это форма. А, хорошо, хорошо. Да, все. То есть не выпьет тут гость. Ладно. Пойдем пешком. Ну, видно, что все здесь, прям, смотрите, с подсветочкой, да? Все, классно. 1110? Да, 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 да. Тут вот, видно, отремонтировали только что. Что-то убрали. Кто-то тут стену разнес до нас. Добро пожаловать в наш номер в отеле Albatross Aqua Blue Resort. То есть, альбатрос, голубая вода. Так это переводится. Или голубой альбатрос в воде, не знаю. Короче, смотрите, вот ванная, туалет, душ. Так это все выглядит. То есть, что есть? Фен, зеркало. Ну, в принципе, такое все как стандартное. То есть, вот этот. Гели, шампуни. Вот этот дозатор, который любят откручивать туристы и увозить домой. Там тоже дозатор есть. Все, вот видите, стеклянные двери тут. То есть, все, как сказать. Ну, видно, да, отель не новый, но все чистенько, хорошо. В углах никакой плесени нету. Все, как бы, нормально. Вот. Ну, всякие трещины. Ну, я уже не буду к этому придавливаться. Понимаете, вот в этом отеле здесь такая огромнейшая территория. Поэтому я просто... Тут столько этих аквапарков. Тут просто, я не знаю. Тут в номере вообще, наверное, нет времени сидеть. Так, идем дальше. Что здесь у нас? Тут наши сумки стоят. Потом плазмочка. Плазмочка называется Монта. Монта. Водички. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть бутылок воды. Да, ну сейчас мы до этого дойдем. Как бы, вот видно столик. Все как бы отлично. Все чистенько. Все нормально. Вот. Шесть бутылок воды. Холодильник. Чай, кофе, сахар, чайничек. Холодильничек. И тут вода. Получается, восемь бутылок воды у нас в номере. Не зря говорят, аква, аква. Аква, да. То есть голубая вода, вот она, голубая вода. Вот. Альбатрос, аква блю. Вот. Все правильно. Потом кровать. То есть, вот. Моя большая кровать. Вот, Никита. Просто младший брат, я уже как-то даже и... Да я шучу. Не, спи. Ты просто выше, реально. Мне вот тоже хватит кровати. Вот. Ну, смотрите. Да, видите? Как бы, вот такой здесь номер. Потом здесь у нас дополнительно идет, наверное, нитки. Если нужно что-то зашить, пакетик. И здесь, наверное... Я вот на английском не понимаю, что тут написано. Шой Шайн. Это что такое у нас? А, это получается для обуви губка. Здесь идет. Вот. А пакеты, кстати, это же для стирки вообще дают. То есть ты пакет загружаешь, оставляешь здесь. Его уносят, потом приносят все вещи. А, понял. Вот, в принципе, нормальный, удобный шкаф. Все хорошо. Поэтому, если придолбливаться, вот есть пятна на зеркале. Если придолбаться. Ну, потому что пятна на зеркале кому-то могут испортить отдых. Вот пятнышка. Ну, какие-то разводы от рук. Вот. Так. Ну, в принципе, все нормально, все замечательно. Сейчас мы идем на... У нас тут с видом на... Этот... Громезный. Я даже не знаю, сколько тут нужно дней, чтобы покататься на всех горках. Это нужно просто срочно брать, бежать и кататься на год. Смотрите, вот, казалось бы, типа, дорогой отель. Но... Вот давайте ванну разглядывать. Потому что тут такое место как раз. Вот. Смотрите. Все заляпано. Заляпано. В углах какая-то грязь. Я просто был вот... С Хилтона приехал. Там говорили, что как бы... Ну, люди не очень. Вот. Но вот даже по номеру... Я понимаю, что в номере никто сидеть не будет. А свет выключится. Вот. Ну, вы увидели тут все. То есть, там заляпано. Там заляпано. Там заляпано. Там замазано неаккуратно. Вот такие мелочи, короче. Которые сразу портят все впечатление об отеле. Там стол грязный. Следы. Сейчас палец послюнявил. Видно тут отражение? А нет. Тут даже оно не дотрется. Вот. Ну, короче, вот такие всякие приколы мелкие. То есть, да, видно номер не новенький. Но раньше он был когда-то очень крутым. Так что, такая ситуация. Ну что, мы отправляемся навстречу приключениям. И будем кататься на горках. Потому что мы приехали сюда. Зачем отдыхать? Ну, еще немножечко покажем территорию сейчас в этом ролике. На детский пойдем. Я просто вообще не знаю, куда идти. Туда посмотришь горки. Там горки. Это детские. Да? Ну, можем пройтись. Ну, еще будет обзор отеля. Ну, давай сразу на взрослый. Я это все покажу в обзоре, короче, что для детей. Потому что мне как бы детские горки. Как бы, не фонтан. Вот. Хотя там есть фонтан. Ну, а для меня они не фонтан. Вот они горочки. Там уже наблюдается сверху очередь. Сейчас мы выберем какой-нибудь лежачок. И тут прокатимся. Вот. Ну, вот это, наверное, вообще классно. Ну, что, на какой горке ты хочешь проехаться? Ой, у меня с глаза разбегается. Сейчас мне все-таки интересно узнать по поводу аквапарка. Там просто аквапарк вообще мега огромнейший. Да, это сегодня вообще маленькая часть. Это маленькая часть, а там отдельный аквапарк. Там, если что, при желании можно купить туда этот билет. Так, сейчас мы у кого-то тут заберем круг. Можно, можно, можно. Ну, так что, я поехал тогда быстро? Давай, давай. Все. Пойду-ка прокачусь. Пойду-ка прокачусь. Вот мороженое клубничное и шоколадное в таких вот тарелочках. Ну, и здесь делают, в принципе, стандартные всякие коктейли. В принципе, алкоголь здесь везде одинаковый. Поэтому ничего тут такого особенного нету. Если у вас, конечно, там не ультра-ролл инклюзия, вы не какой-то супер-крутой отель, но тоже там будут проблемы это все. Ну, кто хочет там какой-то Джек Дэниелс, что-то такое, вот этого вряд ли вы тут это подключите. Ну, твои впечатления какие, правда? Или сейчас давай найдем какой-нибудь бассейн спокойный? Да. Где можно так вот, так сказать, как уже взрослые люди, сесть без этих город, без этих детей? Нормально, по-мужски. Нормально. Сесть вот так вот и спокойно полежать. Да? Вон, я вижу этот бассейн спокойный. Сейчас мы туда залезем. Вот это столовая, где мы тут обедали, показывал обзор обеда. Но, наверное, на ужин здесь вообще много чего интересного, потому что блюда на гриле здесь. Ну, как сказать, ну, отличный отель. Вот единственное, нету моря. Нужно ехать, но обзор пляжа я вам покажу. Самое главное, здесь очень много чего сделано для детей, конечно. Просто, если бы я приехал сюда возрастом 12 лет, конечно, для меня тут был бы просто рай. Смотрите, какие тут лежаки. Короче, первый раз такие вижу. Прям вообще. А это что? Это типа от солнца, да, такая защита идет? Нет. Может, голого, а может, и солнце? Непонятно. Наверное, ну, сейчас прилягу. Надо проедить, тест-драйв провести лежака. Да, получается, если солнце, вот прикрываешься от солнца здесь. Но это если оно сзади. А если, наверное, спереди, то не получится. А как-то, о, вот так можно аж, видишь? Вот аж можно над собой. А, над собой? Да, да. А ну над собой. О, реально можно, вообще круто. Да. Какие крутые лежаки. Ну что, Никки, давай подведем какие-то выводы. Вот номер. Ну, в принципе, территорию мы обошли, но будет подробный обзор всего. Это мы так. Как тебе вообще здесь? Ну, я бы сказал, первое впечатление мне нравится. Да. Если что касается вот номера, например, то, что касается зданий, мне прям по душе. Очень понравилось. Но хотя, когда только выходишь за территорию, мы ее вообще еще как бы не обследовали. Как-то очень все сумбурно, как-то суета какая-то. Да, да, да. Вот релакса не хватает, мне лично, на территории. Да. То есть, мы еще проедемся к пляжу, посмотрим, какой там пляж, какой там коралловый риф. Еще нужно отремонтировать, правда, маску. Вот. Но это... Посмотрим, что и как. Ну, в принципе, отель-то этот не дешевый, получается, вот. И что сказать? Территория здесь чистая. Это такой плюс огромный. Ну, получается, здесь нету моря. Все-таки хочется, как сказать, пойти, как бы проснулся, пешком прошелся, и потом... Хоть даже там во второй линии, да, хочется чуть-чуть прошелся, да и все, не ехал. Да, да. Мы просто были даже на этом, как его, в Хилтоне, в Шарксбей. То есть, там уже, как бы, мы на второй линии, вот, сходили к морю утром, искупались, а вот уже днем иногда было лень идти к морю, да, купаться. Ну, жарковато, да, есть. Да, то есть, так вот. Ну, рядом тоже были автобусы, но они там буквально минуту, да, довозили и все. Ну, то есть, да, мы еще... Я на пляже поговорю подробно про детей. То есть, вот с ребенком, если вы хотите на море, то есть, нужно будет проехаться на автобусе. Ну, и посмотрю, пляж, какой здесь спешей доступности, что и как. По поводу всяких напитков, вы спросите, но вот, получается, мы были в Хилтоне, попробовали пиво. Я первый раз попробовал такое ужасное пиво. То есть, минеральная вода, и как будто туда юпи залили со вкусом пива. Я просто... Оно такое мегагазированное, вот. И это... Я не понимал, что это такое. Это, ну, это вообще ужас. То обычно, знаете, как бы здесь вот вместо алкоголя идет, он как бы, ну, как бы такого качества считают. Ну, слабый очень. Вот. Ну, как бы... Ну, в первую очередь, слабый градус, да? Многие жалуются на это. Да, я же как бы... Ваши просьбы еще... Многие жалуются в слабый градус, да. Вот. И как бы многие говорят, что пиво это самое нормальное, что здесь есть. Это вот так люди говорят. А там было пиво такое, отстой, это просто ужас. Да. Я не знаю, да. Вот. А здесь попробовал, да, такая пенка хорошая, поднимается, наливают с бутылок, то есть очень вкусно. Вот. Поэтому... Ну, я попробовал, потому что подписчики просят. Вот. Вот и пробуют. Поэтому захмельной напиток однозначно лайк. Да, да. Вот. Что еще туда добавить? По поводу номера. Мы были в Хилтоне. Хилтон 4 звезды, но это тоже, в принципе, 4 звезды. Но номер там был намного круче. Ну, я, честно говоря, вообще запутался. Вот тоже в египетских звездах. Да ладно, ну, не, ну тут надо смотреть по ценам. Сколько этот отель стоит? Вот, посмотрите, пока что Хилтон идет. Как бы его там не обсирали мои подписчики. Не, ну там, не, там реально, как бы еда такая, но номер там вообще был крутой. Я это... Ну, мне понравился. То есть такая плазма здоровая. Причем Samsung, как бы, это не дешевое. Smart TV, вот, например. Но мне не только аж телевизор понравился, а размеры номера. То есть, все чисто, все прям очень круто. Поэтому, вот посмотрите обзор номеров в Хилтоне, Shark's Bay. Так вот. И вот сравните. Просто вот, смотрите по ценам. Я потом уже отдельное видео сделаю, что почем. Короче, вернулись в номер, я так засунул карточку, чтобы его открыть. Блин. И теперь... Нет, не делайся. Ой, тихо, тихо. Тихо. Давай гвоздем, сейчас попробуем его вытащить. Ага. Сейчас. Тут проблем у нас. Да, little bit problem. Проблем. Давай, давай. Ты сильно ее воткни. Да, я понимаю. Нет? О, молодец. Есть. Красавчик. Есть. Никита молодец. Видите, нужно с собой всегда. Все. Так он, блин, еще не открывается. ты смотри, для того, чтобы это, вот так, простенько. Все. Открыли. Тут у нас, как бы, этот ремонт происходит, но ничего страшного. Слышишь, как шумно? Да. Там еще на улице что-то ремонтируют. Поэтому, друзья, посмотрите цену этого отеля и скажите. Это вот закрыты окна. Прям все закрыто. Сейчас откроем. Сейчас услышите звук. Я просто тут сидел, когда мы собирались, тут такой звучар. Да, я знаю. То есть, если, например, днем ребенок спит, то есть, как-то... Не могли они, что ли, ночью делать ремонт? Ну да, как нормальные люди, как соседи. Днем, я не понимаю. Днем. Альбатрос, Акваблю. Так что, на этой прекрасной ноте я вам заканчиваю видео. Мы будем жить в этом отеле. Я думаю, наснимаю тут много разных интересных видео, потому что здесь есть, что снимать. Вот. Всем пока. Счастья, здоровья, всего самого хорошего. И потом вы уже сможете определиться, хотите вы сюда ехать или не хотите. Путешествуйте. С вами был Алексей Крылов, брат Алексея Крылова. Заглядывайте под видео, там много полезных ссылок. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok